Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь хотелось бы поблагодарить организаторов такого масштабного форума за приглашение. Очень шикарные белые ночи Санкт-Петербурга и такое прекрасное сообщество. Поэтому хотелось бы от всей души высказать еще раз свою благодарность. Добрый день, уважаемые коллеги Санкт-Петербурга. В нашем центре порядка 20 информационных систем, которые непосредственно обслуживаются. В нашем центре есть филиалы во всех наших регионах. Центр наш имеет регионы. И в целом, таким образом, получается, что в нашем центре это комплекс сотрудников, это в первую очередь у нас IT-специалисты, Департамент информатизации и Департамент медико-информационного анализа. Все те данные, которые мы получаем из всех наших существующих информационных систем, непосредственно используются Министерством здравоохранения. На сегодняшний день у нас активно внедряется еще страхование, поэтому все данные еще у нас отправляются в фонд обязательно медицинского страхования. Информационная система электронный регистр онкологических больных в Республике Казахстан была внедрена в 2012 году в рамках проекта создания единой информационной системы здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2015 годы. Но с 2003 года в Казахстане существовала информационная система по учету онкологических больных, автоматизированная информационная система «ОНКО», которая работала в виде доступного приложения и общая база данных принадлежала. В общем, как раз-таки наш Казахстанский институт онкологии и радиологии непосредственно был владельцем общей базы. И вот с 2012 года уже наш электронный регистр онкологических больных был разработан в виде веб-приложения. Он обеспечивает использование своих функциональных возможностей посредством интернет-браузера. И сейчас сопровождение, вот как раз-таки наша организация занимается техническим сопровождением. Мы обучаем всех специалистов работе в информационной системе. Система электронный регистр онкологических больных, конечно, обеспечивает полностью информационную безопасность и сохранение персональной данной. Основной целью создания информационной системы это было прежде всего создание единого информационного пространства для мониторинга оказания медицинской помощи, повышение прозрачности деятельности медицинских организаций, эффективность принимаемых управленческих решений и анализ экономических аспектов оказания медицинской помощи. На сегодняшний день в информационной системе электронный регистр онкологических больных зарегистрировано более 2000 пользователей из 500 медицинских организаций страны. Из них порядка 1900 пользователей это в производственном блоке и 525 это у нас финансовый блок. Значит, в электронном регистре онкологических больных в первую очередь работают медицинские организации, которые оказывают и ведут диспансерный учет онкологических больных. Это 23 медицинские организации, это онкологические диспансеры, центры. 476 организаций первичной медико-санитарной помощи, в которой работают районные онкологи. Также в информационной системе у нас непосредственно работают сотрудники фонда обязательно медицинского страхования, областные и городские управления здравоохранения, научные центры, институты, непосредственно которые занимаются также помощью, оказывают медицинскую помощь онкологическим больным. Каковы же основные задачи информационной системы электронного регистра онкологических больных? Прежде всего, это естественно введение персонального учета больных злокачественными образованиями на всей территории Республики Казахстан. Формирование системы оперативного динамического наблюдения за объемом и качеством оказываемой медицинской помощи. Эту задачу я бы, конечно, тоже отнесла к одной из самых важных, это сборы формирования статистической и аналитической информации. Оценка эффективности лечения выживаемости больных злокачественными образованиями. В нашей информсистеме также ведется учет лекарственных средств, управление договорами на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и формирование платежных документов. Хочу сказать, что финансирование онкологической помощи в Республике Казахстан ведется по принципу комплексного подушевого тарифа. То есть на каждого больного, состоящего на диспансерном учете, в каждом онкодиспансере имеется определенный тариф, который оплачивается государством. Помимо комплексного тарифа отдельно оплачивается приобретение лекарственных средств, выполнение лучевой терапии, дополнительное возмещение. И у нас, ну я дальше расскажу по финансам. Вот таким образом у нас, это вот наша входная часть, электронный регистр онкологических больных, он состоит у нас из двух блоков. Это производственный блок, производственный блок, это и есть популяционный регистр и модуль финансового блока. В популяционном регистре у нас ведется регистрация пациентов, вводится информация о лечении, движении диспансерного контингента. Ну и естественно здесь есть возможность сопоставления с другими популяционными регистрами, так как вот все предыдущие докладчики говорили, в нашем информационной системе мы используем международные классификаторы МКБ-10, МКБО третьего пересмотра, ТНМ-7. И модуль финансового блока, в котором у нас идет ведение договоров, а также формирование платежных документов по организациям, оказывающим и ведущим диспансерным, оказывающим помощь онкологическим больным, ведущим диспансерным учетом больным онкологии. Какие же у нас основные функции? Ну в первую очередь это действительно регистрация, впервые в жизни установлена диагноза злокачественного образования. У нас также существует форма экстренного извещения, которая, я так думаю, что во всех странах постсоветского пространства она существует. Также мы продолжаем вести диспансерный учет больных со злокачественными образованиями. По аналогии это статистическая форма карта движения диспансерного контингента, тоже, по-моему, у нас она одинаковая. Вносится информация о стационарном лечении, причем информация о стационарном лечении у нас, я дальше покажу, вот по взаимодействию, здесь вводится как в самом электронном регистре онкологических больных, также мы в информационную систему передаем данные о стационарном лечении пациентов, вне зависимости от того, состоят ли они на диспансерном учете. То есть у нас есть отдельная информационная система по регистрации случаев стационарного лечения, и если в систему внесен заключительный диагноз из класса ЦЛИД, все эти карты, они тут же сразу в автоматическом режиме передаются в информационную систему электронного регистра онкологических больных. Значит, введение информации о наблюдении, осмотрах, оказанных консультативно-диагностических услугах больным со злокачественными образованием в амбулаторно-поликлинических организациях, учет лекарственных средств, здесь у нас ведется отдельно функционал договоров на приобретение лекарственных средств, учет остатков лекарственных средств ведется путем формирования остатков за счет назначения и списания лекарств уже непосредственно в картах лечения больных, как в стационаре, так и амбулаторно. Идет регистрация заявок на приобретение лекарственных средств и также возможно перераспределение лекарственных средств между онкологическими диспансерами. Отдельный модуль у нас есть по формированию различных статистических и аналитических отчетных форм, как утвержденные, статистическая и ведомственная отчетность. Также у нас есть масса различного вида аналитических таблиц, которые по просьбе мы можем формировать в любом виде. Ну и, как я уже говорила, договора и формирование платежных документов. По взаимодействию информационной системы электронного регистра онкологических больных с другими информационными системами Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Как я уже говорила, у нас порядка 20 различных информационных систем, поэтому здесь у нас идет взаимодействие, может быть, как в сторону, допустим, данной, те, которые идут из других информационных систем в электронный регистр онкологических больных, наоборот, из регистра онкологических больных в другие информсистемы и обоюдный обмен. На территории Республики Казахстан у нас официально все граждане Республики Казахстан имеют индивидуальный идентификационный номер. Поэтому все данные по пациентам, демографические данные пациента у нас не вносятся ни в одну информационную систему, они автоматически, ну, по вот этому нашему ИНУ мы находим в регистре прикрепленного населения, регистр прикрепленного населения, это у нас есть аналог государственной базы данных физических лиц. То есть, таким образом, мы подтягиваем данные по самому пациенту из государственной базы данных физических лиц, что полностью у нас уменьшает риск дублирования пациента абсолютно. Значит, электронный регистр диспансерных больных, это у нас единая информационная система по всем диспансерным больным различных нозологий, поэтому все данные из электронного регистра онкологических больных переходят в электронный регистр диспансерных больных. И вот с этого года у нас по данным электронного регистра диспансерных больных, на 2020 год мы уже будем формировать полностью заявку на приобретение лекарственных средств в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения, то есть только по данным, по пациентам, состоящим на учете в электронном регистре диспансерных больных. Электронный регистр стационарных больных. Здесь у нас статкарта выбавшая из стационара, форма 066, там ничего нет такого нового, но, как я вот уже говорила, значит, вообще у нас в самом электронном регистре онкологических больных ведется статкарта больного, выбавшая из онкологического стационара. То есть данные, когда вносятся в электронный регистр онкобольных, уходят в электронный регистр стационарных больных. Если вот все статкарты, которые зарегистрированы в электронном регистре стационарных больных с диагнозами ЦИД, они сразу отправляются в электронный регистр онкобольных. Таким образом, мы помогаем, так сказать, в своевременности постановки на учет, потом есть, когда у нас, если диагноз онкозаболевания выставлен по, ну, как заключительный диагноз, и это впервые, если уже у нас диспансер берет на учет пациента, то как раз-таки информация о его предыдущем стационарном лечении, она уже подтягивается, ничего не нужно вносить. Значит, бюро госпитализации, это у нас отдельная информационная система, где регистрируется факт госпитализации, вот именно факт госпитализации в онкологические диспансеры, тоже вот сразу информация поступает в электронный регистр онкологических больных. Ну, есть у нас справочная система, это система управления ресурсами, в которой имеется полностью вся информация о медицинских организациях Республики Казахстан вместе с, ну, структурой медицинской организации, плюс все врачи, штатное расписание. То есть, так как это у нас, я уже говорила, порядка двух тысяч пользователей, значит, логин, пароль на всех сотрудников медицинских организациях согласно правам доступа, значит, у нас получают вот по данным из этой информационной системы. То есть, каждому сотруднику, который работает в электронном регистре онкологических больных, имеется, ну, выделяется право доступа, то есть, нет такого, чтобы, допустим, работник одного онкологического диспансера видел какие-то данные или мог редактировать данные, которые вносятся сотрудникам в другом онкологическом диспансере, если этот пациент не состоит у него. Но учет, он может вносить какие-то данные, но редактировать предыдущие записи не разрешено. Вот. Еще у нас есть очень интересная, ну, такая информационная система, вообще, как вы уже поняли, что электронный регистр онкобольных у нас очень тесно связан с финансами. Значит, в организациях ПМСП у нас ведется дополнительное стимулирование работы сотрудников ПМСП путем оценки достижения каких-либо индикаторов. И вот одним из, так сказать, данных, которым пользуется один из индикаторов, это раннее выявление больных злокачественными образованиями, то есть, данные из электронного регистра онкологических больных по раннему выявлению передаются в эту систему дополнительный компонент подышевого норматива, где формируется определенная сумма для поощрения сотрудников первичной медико-санитарной помощи. Единая фармацевтическая информационная система, как раз-таки здесь, это система, которая у нас работает единый дистрибьютор Республики Казахстан, это СК-формация, которая проводит закуп всех лекарственных средств. И все вот введения договоров, поставки лекарственных средств проходят через вот эту информационную систему. Здесь идет взаимный обмен, из единой информационно-фармацевтической системы приходят данные по поставкам лекарственных средств, и туда уходят заявки и остатки лекарственных средств для формирования потребностей. Информационная система лекарственного обеспечения, это информационная система у нас по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами на амбулаторном уровне. Все рецепты, которые выписываются для больных злокачественными образованиями, они сразу из этой информационной системы передаются в электронный регистр онкологических больных для учета полностью лечения больных. И система управления лекарственными обеспечениями, это как раз таки информационная система по зарегистрированным лекарственным препаратам. В настоящее время она используется тоже как справочная для дальнейшей работы. Каковы же преимущества нашего электронного регистра онкологических больных? В первую очередь, это, конечно, наличие единой базы по контингенту онкологических больных Республики Казахстан, с учетом того, что в одной единой базе у нас работают все медицинские организации. Уникальность записи обеспечивает возможность добавления пациента только из базы данных физических лиц и невозможность создания дубля записи по одному пациенту. Своевременное снятие с диспансерного учета, так как у нас помимо того, что мы из государственной базы данных физических лиц берем информацию о самом пациенте, и у нас из этой же базы автоматически дата смерти приходит во все информационные системы, в том числе и в электронный регистр онкологических больных. То есть дата смерти приходит автоматически. Единственное, что врачу необходимо, это указать причину смерти, если она вдруг, причина смерти не приходит. Значит, у нас вообще сами медицинские свидетельства о смерти регистрируются в системе регистр прикрепленного населения, но в Республике Казахстан уже где-то последние три года у нас, к сожалению, судебно-медицинскую экспертизу из ведомства здравоохранения передали в ведомство Министерства юстиции. И поэтому, если свидетельства о смерти заполняются с медэкспертами, они, к сожалению, не работают в нашей базе, так как у нас система Министерства здравоохранения, но информацию о дате смерти, она все равно приходит из государственной базы данных физических лиц, к сожалению, не приходит только причина смерти. Но сейчас мы непосредственно активно работаем с Комитетом статистики, и вот на следующий год, я покажу, у нас есть большой проект по платформе, и там в рамках уже этого проекта мы будем получать уже полные данные из Комитета статистики, то есть в автоматическом режиме, в том числе и причина смерти, она тоже будет приходить из базы данных. Своевременность постановки на учет и полнота данных по стационарному лечению, как я уже говорила, путем интеграции с электронным регистром стационарных больных. Ну и, естественно, у нас очень много в системе форматно-логических контролей, которые мы стараемся по максимуму уменьшить риск, ну, некорректных ввода каких-то некорректных данных, а также, ну, именно сроки ввода информации. То есть так как у нас здесь два блока, и финансирование онкологических диспансеров напрямую зависит от полноты и качества данных, которые вносятся в систему, поэтому таким образом мы пытаемся каким-то, в общем, ну, иногда это кнут и пряник, которым мы стимулируем вводить полностью данные в информационную систему. Значит, у нас существует система дислокации пациентов между регионами, то есть когда один онкологический диспансер снимает с учета, второй берет, то есть у нас при автоматическом взятии пациента на учет в одном диспансере идет автоматическое снятие его в предыдущем онкодиспансере, таким образом у нас не бывает дублирования диспансерного учета. И также у нас еще раньше у нас, так как я вот уже говорила, это комплексный тариф на одного больного с заболеванием онкологическим, и иногда была такая ситуация, когда пациенты приезжают к своим родственникам и по какой-то причине хотят лечиться в этом диспансере, и возникала такая непонятная финансовая составляющая, то сейчас у нас за лечение нагородних больных проводится дополнительная оплата, поэтому онкологические диспансеры ничего не теряют, и таким образом происходит, в том числе, раньше между диспансерами возникали договора взаиморасчетов, сейчас мы от них ушли. Ну и как я уже сказала, все-таки объединение популяционного регистра и финансового блока обеспечивает своевременность ввода по функционалу. И следующий у нас большой, огромный проект, вот в 2019 году у нас уже введена в опытную эксплуатацию платформа интероперабельности для информационных систем Министерства здравоохранения, с 2020 года она у нас вводится в промышленную эксплуатацию, большой проект, с 2015 года мы над ним работаем, здесь как раз-таки обеспечивается сбор данных из всех существующих информационных систем Министерства здравоохранения путем различных сервисов и интеграционной шины, и одним из центральных компонентов платформы интероперабельности является электронный паспорт здоровья каждого гражданина Республики Казахстан. То есть вся информация, вне зависимости от того, в какую информационную систему она бы не вносилась, путем сервисов между этими системами и платформой, будет объединяться в электронный паспорт здоровья и по необходимости по запросу любая информационная система может воспользоваться данными электронного паспорта здоровья. И в рамках как раз-таки платформы интероперабельности у нас в дальнейшем планируется интеграция со многими информационными системами государственных органов, в том числе комитет статистики, органы ЗАГС. На сегодняшний день у нас интеграция с органами ЗАГС есть только в одностороннем порядке, когда мы из своей информационной системы отправляем данные в ЗАГС по медицинским записям рождения и смерти, то вот в рамках этой платформы у нас в дальнейшем предусмотрено и обмен получения данных уже из других государственных органов. Все. Спасибо большое за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Светлана Владимировна, я думаю, что мы можем задать вопросы. Вадим Федорович. Спасибо огромное. Не забыли, не забыли. Все, что вы говорили. Вопросов два. Первый. Вот сейчас мы активно разрабатываем легальный, вот это на уровне законодательства, наш канцерегистр. И появились голоса у нас, у нас тоже в стране есть система автоматизированная, которая полностью делает этот паспорт здоровья пациента, и появились у нас некоторые голоса у нас в стране, что, видимо, уже не нужен канцерегистр, что вся информация будет там. У вас есть такое? Значит, мы когда разрабатывали именно наполнение вот платформы, я, ну, это, может быть, моя точка зрения, так как я сама тоже работала в специализированной службе, я посчитала, что платформа – это все-таки, ну, такой более обобщенный набор данных, который необходим, может быть, да, для уровня первичной медико-санитарной помощи, но существование регистров специализированных, оно должно продолжать оставаться. Обмен данными – да. Но вот та, просто та полнота данных, которая на сегодняшний день в самом онкорегистре, в других регистрах, я согласна, что эти данные не совсем нужны в самом электронном паспорте здоровья для врачей ПМСП, но для службы наличие своего регистра – это обязательное условие, иначе не будет развития службы. Спасибо, спасибо огромное. И второй вопрос, Вы упомянули первичный диагноз, ранний диагноз, ранние стадии и так далее. Как у Вас определяется ранняя диагностика? Потому что, например, у нас на уровне административном, там, где не работают врачи, считают, что первая и вторая стадия – вот это и является ранней диагностикой. У Вас есть такое, или Вы все же таки разделяете вторую стадию меланома от второй стадии, грубо скажу, базальома? Ну, меланома – это очень… Нет, 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 я все поняла. Дело в том, что как раз-таки хочу сказать одно. Несмотря на то, что все информационные системы сопровождаются нашим центром, что базы данных принадлежат Министерству здравоохранения, как раз-таки для формирования любых данных, индикаторов, у нас активно работает Институт онкологии. То есть, вот как нам специалисты, онкологи говорят, так мы и делаем. Значит, мы технически сделаем все то, что они нам скажут. Если они относят к раннему выявлению вот такие диагнозы, вот по таким признакам, вот, значит, вот так и будет считаться. То есть, мы никогда не вмешиваемся в то, что нам говорят специалисты. То есть, специалисты дают ранний диагноз? Естественно, да. Ничего мимо онкологов не проходит однозначно. Спасибо. 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 Спасибо.